Вот тот самый царь Давид, который, по сути, является символом иудейской нации, великий царь, величайший царь, такого великого больше не было в истории израильского народа, человек, который сплотил нацию, человек, который, по сути, основал царство, заложил Иерусалим. В общем-то, Он подготовил все, чтобы был построен Иерусалимский храм Единого Бога. Он писал произведение, которое мы до сегодняшнего дня с вами читаем. Книга Псалтирь – это все Давид. И поэтому для иудеев до сегодняшнего дня Давид – это некий абсолютный символ. И в то же время Библия открывает нам и неприглядные страницы его жизни, которые даже сегодня как-то испоминать неловко. Этот человек, уже будучи во власти, полюбил женщину Версавию, которая была замужней. И он понимал, что дальнейший шаг он сделать не может. Она замужняя женщина. А ее муж был Урия Хитиянин, один из офицеров или полководцев Давида. И что он делает? Он посылает его на границу. То, что мы сегодня назовем горячей точкой. И этот человек погибает в первом же бою. И вот тогда Давид берет жены Версавию, уже вдову к тому времени. Разве это поступок достойный великого царя или великого святого? Да, конечно, нет. Это крайне низкий поступок. И мы видим, как Давид, понимая это, обликается во вретище и кается. Буквально ползает по земле, посыпая голову пеплом. И кричит те слова, которые мы до сегодняшнего дня с вами слышим на каждом вечернем богослужении. «Господи, во звах тебе услыши мя!» «Услыши мя, Господи, из глубины во звах!» То есть вот из той грязи, в которую человек упал, он кричит. И тем не менее, он вродословный, он великий. Вот в этом сила Библии, в отличие от любого человеческого литературного произведения. Библия говорит правду. Она называет черное черным, а белое белым. А вот люди начинают смешивать. И поэтому эта книга для нас – источник великого оптимизма. Она говорит о том, что нет праведника на земле, который делал бы добро и не грешил бы. Нет абсолютных праведников. Господь Иисус, Сын Божий, Пресвятая Богородица. Остальные – люди. И вот эти примеры дают нам уверенность в том, что и мы, когда порой падаем, имеем надежду на то, что вот эта рука Божия возьмет нас оттуда из грязи и поднимет. И Библия не делит людей на праведников и грешников. Нет праведника ни одного. Вот что говорит Библия. А вот грешники, они делятся на две группы. Первая группа – это те, которые, упав, поднимаются и просят Бога о помощи. А вторая – это те, которые падают и думают – вот упал и все. И куда мне еще идти? Вот туда, куда упал, может, там даже и неплохо мне будет. Так вот, если говорить о нас с вами, о людях верующих, никто из нас не может пройти по этой жизни с абсолютной святостью или абсолютной праведностью. Будут моменты, когда и мы будем падать. И вот тогда словами Давида мы будем умолять, «Господи, во звах Тебе услыши!» и мечтать, думать, молиться об этой помощи. В начале V века, когда Церковь решала вопрос, что делать с грешниками, раздавались голоса очень ревностных христиан, которые говорили, «Мы не должны прощать грешников. Церковь должна быть обществом абсолютно святых и чистых». Вот на эти как бы благочестивые слова святитель Иоанн Златоуст, наверное, величайший, не только святой, но величайший библиист человечества сказал, «Не так, не так говорит Бог, не так говорит Библия. Ты упадешь, протяни руку, и я подниму тебя. Ты упадешь второй раз, второй раз, подними руку, и я помогу тебе. Ты упадешь третий раз, протяни руку, и я помогу тебе. И сколько бы раз ты не упал, проси о помощи, и я приду к тебе на помощь». Вот так говорит Библия.